Добрый день, дорогие друзья! Я Сидбагамбет Верлан, эксперт по испытанию регион Волга. Сегодня 1 августа 2021 года, и мы находимся на поле чистых паров, где будут планироваться сеять озимая пшеница. На данном поле была проведена несколько сплошных культиваций, после чего появились всходы многолетних сорняков. Их в большом количестве, и, как мы знаем, лучший способ борьбы с многолетними сорняками – это обработка их глифосатами, так как сжигается и уничтожается не только надземная часть, но и корневая система. И давайте в этом видео покажу вам оптимальные фазы для обработки многолетних сорняков, для лучшего их искоренения. Лето 2021 года является очень засушливым, поэтому на данном поле отрастают только многолетние сорняки. И давайте посмотрим, какие фазы сорняков восприимчив к гербициду. Вот представлен молокан татарский, у него фаза розетки, также будет очень восприимчив к гербициду. Здесь молочай лозный, высота у него где-то в пределах 10 сантиметров, поэтому тоже будет оптимальной фазой. Здесь венок полевой, длина плите в районе 10-20 сантиметров, тоже будет оптимальной фазой для обработки глифосатами. Вот представлен бодяк полевой, здесь также у него, как у молокана, фаза розетки, будет оптимальной для обработки. А вот такой общий фон поля, и вы видите уровень засоренности. После гербицидной обработки необходимо воздержаться от сплошной культивации в течение 3-4 недель для лучшего сокровения сорняков. Это был полевой город Оренбург, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok